МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Программа «Музей звуков» вновь находится в музее искусства имени Болхана Костеевса, а мы с вами посещаем зал персональной выставки замечательной художницы Гульфаевоса Смаиловой. Вот на материале ее изобразительного искусства, которое очень многообразно. Здесь и портреты, и натюроморты, и эскизы костюмов, декораций для оперного спектакля. Мы хотим сегодня порассуждать о тесной связи, взаимодействии изобразительного музыкального искусства. А вот для того, чтобы раскрыть эту тему, я попросил сегодня подключиться к нашей беседе. Экскурсовода, с которой мы уже давно знакомы. Александра, здравствуйте! Итак, Гульфа-Рус Испаилова. Да, ее творчество очень богато, и оно поможет нам разобраться, что же общего столь поражающего нашего впечатления между изобразительным и музыкальным искусством. С чего мы начнем? Ну, когда мы говорим о Гульфа-Рус-Мансуровне, первое, с чего нужно начать, но, по крайней мере, я считаю в это свято верю, что ее искусство и слово «магия» — это слова-синонимы. И вряд ли найдется человек, равнодушный к ее мастерству, и, несмотря на то, был знаком когда-либо с ее творчеством или нет, всегда покидает этот зал или музей, где видит ее работы, воодушевленным, вдохновленным. А все потому, что ее работы — это действительно отражение ее внутреннего мира, ее внутреннего состояния, характера, темперамента и того, как она видит этот мир. А видела она его ярким, сочным и чрезвычайно интересным. Вот, к примеру, все мы с вами знаем, что Гульфа-Рус-Мансуровне пришлось однажды сделать очень серьезный выбор между оперным искусством, именно в качестве исполнителя, в качестве привидца. Да, где был великолепный гол. И делал он этот выбор между двумя видами искусств, между оперной сценой и между изобразительным искусством. Но я должен заметить, что оперный театр не потерял, а приобрел замечательного художника, который тоже вдохновил многих исполнителей о будущем и композиторов на создание новых шедевров или на исполнение. Абсолютно верно. Давайте посмотрим на эти рисунки, это эскизы. Маленькие сценические моменты. То есть вот в чем, так скажем, изюм эскизов костюмов Гульфа-Рус-Мансуровны в том, что она понимала, что спектакль — это такой общий ключ сценического, актерского, драматургического и, конечно же, сценографического. И она видела персонаж в костюме, уже вырывая его из событий, из сценического события. Поэтому каждый ее эскиз — это своего рода жанровая сценка. Да, характер совершенно определенный. А порой вот этот пример, изумительный, просто жанровой сцены. Но я хочу заметить, что в изобразительном искусстве все-таки на первом месте стоит рисунок. Мы знаем, что у Гульфа-Рус-Мансуровны была шикарная школа. Ведь она закончила Ленинградский институт живописи. Кстати говоря, вот чем и отличаются Московская и Питерская школы, да? Тем, что москвичи, они вот более графичные, то есть у них четкий рисунок прежде всего. А питерцы, они настоящие живописцы. Они мыслят цветом, они им живут. Но обязательно любая академия, академическая школа, она дает четкий рисунок. И Гульфа-Рус-Мансуровна им владела великолепно. А рисунок дает выход на, собственно, образ. Это, вы знаете, мне, думаю, напоминает аналогичный пример в музыке. Мелодия. Рисунок в живописи, мелодия в музыке. Именно мелодия дает возможность в первую очередь создать вот этот образ, характер. А остальное все уже как бы на этот рисунок накладывается. Он расцвечивается, он оформляется различными красками. Второе – композиция. Композиция, да, не будем забывать о ней. Да. Ну вот взять хотя бы вот эти вот незабословатые вроде бы рисунки, но какая интереснейшая получается композиция этого каравана. Я с вами согласна, но, конечно, говорить о композиции мне все-таки кажется лучше на примере ее каких-то вот жанровых произведений. Она действительно выстраивает маленькую сцену, маленькое действие на этой сцене. И поэтому на примере именно работ, эскизных работ Гульфрус Мансуровны можно говорить о композиции. Но причем, я обращаю внимание на то, что в принципе у нее композиция все время возвращает нас к сцене, к оперному спектаклю как бы. Ну вот возьмем вот этот «Бержаный совак». Это сложно. Вот сила музыки Тулебаева. И вот когда я слушаю, то мне всегда видится белые юрты, женщины, одетые в белые платья, руки окованные в серебре, ковыль, степи, горы, дети цветные, нарядные. Удивительный композитор. Он как и жил из своего народа. Он весь из народа. КОНЕЦ 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 И не только, конечно, эта опера «Бержана Сара», но ведь у нее очень много спектаклей. Первые ее спектакли были в Тюзен. Как я узнал, это интересно. И опять же, они связаны с музыкой непосредственно. Или, по крайней мере, были они очень богато оформлены. Ак-бопе. Это не спектакль, да? Но ведь неразрывно связаны, если здесь показывается жизнь, быт казахского народа, тем более взаимоотношения молодых с родственницами, это обязательно, и музыкальные фрагменты. Абсолютно. И потом Гульфорус Мансурна, мы знаем непосредственное отношение, имела к музыке. А один из ее первых учителей живописи, еще в училище художественном, здесь, в Алма-Ате, был ведь Абрам Черкасский, тот самый, который слышал музыку в цвете, который вкладывал эти знания в своих студентов. Да, вот этот момент очень интересный. Действительно, тесная взаимосвязь, понятие музыкального звука и краски самой, да? Рисунка и мелодии, композиции и формы. Вот вам непосредственные взаимосвязи двух искусств. И поэтому ее работы театральные, в частности для театра оперы и балета, они пропитаны музыкальностью. Абсолютно согласна. Очень четким пониманием специфики музыкального театра. Они создают уже форму. Кстати, мне кажется, вот чем удобна оперная сцена, она ведь выглядит как картина. Как рама. Рама. И поэтому ее работы, вот эти сценические, они отличаются удивительной стройностью, выверенностью композиции. А она как живописец еще и чувствует вот эту вот раму, в которую нужно вписать композицию. Да, музыка, она, конечно, ощутима. И ощутима не только потому, что речь идет о музыкальном театре, да, как изначально оперный назывался, а потому что ведь Гульфа Русмансуровна, будучи живописцем, она чувствовала вот эту вот музыкальность цвета в каждом своем мазке. И она разговаривала со зрителем на этом музыкальном языке, и напевая какие-то мелодии, но только наигрывала она их кисточкой, да, по холсту. Это интересно, замечание образное, такое вот на ее портрете, это очень хорошо видно, как дирижерская палочка. У нее кисточка, да? Да, да, да. Порой служит. Ну что ж, и мы подошли к очень интересной теме, пожалуй, главной. В изобразительном искусстве это краски, а в музыке это тембры. Ну, действительно, обратите внимание в этом натюрморте, каким звучным аккордом, да, таким мощным аккордом звучит вот этот первый план, где мы видим кумыс. Ну, белый цвет, всем понятно, что может быть проще, а для живописца это целая, ну, даже, это даже не мелодия, это несколько мелодий в одном, потому что здесь столько оттенков, и действительно, наверное, только живописец может разглядеть в белом цвете и оттенки зеленого, и синего, и серого. Ну, это по закону физики даже. Белый цвет – это созвучие всех цветов в месте. Получается белый. Или белый можно разложить на спектр, да? Вот что и делает художник. А вообще излюбленная, все-таки излюбленная гамма в творчестве Гульфорус Мансуровны – это холодная. Холодная, несмотря на то, что она была все-таки жизнерадостным человеком, жизнелюбивым человеком, почему-то присутствует вот так вот зримо и незримо вот эта вот холодная гамма. И, наверное, все-таки это говорит о ее... Она ведь была светской женщиной. И вот эта вот... Высокоинтеллигентная, культурная, интереснейшая в общении. Но обратите внимание, что вот даже на этой, на Терраборте, где Саокале, у нее ведь удивительно вспыхивают блики вот этих драгоценных камней, как драгоценные блики этих красок ярких, откуда-то, из темноты проявляющиеся, да? Согласна. Самое и здесь вот это вот. То есть она разбирает каждый... Вот то, что ее окружает, да, вот в быту, к примеру, не знаю, тот же стол, та же столешница вот с кумысом, с чашками, она разбирает их подетально, она вглядывается в каждую зазубринку материала, да, в каждый... вот в сияние, если это... Ну, речь идет о блеске, скажем, камней драгоценных. То есть сматривается в каждую деталь, и поэтому ей легко воплотить потом уже задуманное и выплеснуть его на холст. Но опять-таки выплески, вот она, несмотря на то, что она работает в таком реалистическом ключе, да, все-таки это воплощение каких-то новых образов. Это... Аналогично как в музыке. Вот в произведении казахстанских композиторов, вроде бы в основу они берут народные мелодии. Знаете, ясные темы. Но и в этих народных мелодиях они вдруг находят совершенно какие-то новые краски. За счет чего? За счет оркестрового звучания, оркестровой аранжировки. Не просто дамбра. И не просто голос, хотя голос самый совершенный инструмент. Но в голосах оркестра это начинает звучать с такой широкой палитрой. То же самое, как Гульфорус. Вот эта вот картина с ее народной умельцей или что-то народная мастерица. Это бабушка ее. Это образ бабушки. Это образ детства. Да, да, да. И с какой любовью это выписано. И вот рядом вот как раскрывается вот это все богатство интонации, красок, тембров, как говорят в музыке, заживаются. А трактовка декоративная. Причем, пожалуй, вот среди всех прочих работ этой выставки, это самое декоративное полотно, но декоративное в самом высоком смысле этого слова. Вот этот цвет, да, то есть умение сочетать вот так холодный, насыщенно холодный и насыщенно теплый могут не все художники. Конечно. Гульфорус Мансуровне это удавалось. А я думаю, знаете еще почему? Она очень трепетно относилась к воспоминаниям своего детства. Вот это полотно связано с детством. Еще одно мы можем посмотреть. Да их много здесь. А вот это замечательный какой-то натюрморт. Натюрморт, пионы. Пионы – это любимые цветы Гульфорус Мансуровны. Она никогда не делала из этого цвета ни розы, ни лилии, а вот именно пионы. Ну, действительно, Гульфорус Мансуровна – это тот художник, который равномастерски работал в разных жанрах. И вот яркий пример, да, там вот эта картина – это портрет, семейный портрет. И здесь, в пространстве одного произведения, можно увидеть несколько жанров. Здесь есть и фрагмент натюрморта. В целом, конечно же, это портрет. Групповой причем. Тут есть очень много таких вот атрибутов. Атрибуты художника, да, вот общие атрибуты их семьи. Здесь есть даже элементы бытового жанра, вот на фоне, да, то, что мы видим, что это интерьер, причем интерьер мастерской, либо это действительно такой ежедневный быт этих художников. Каждый член семьи Гульфорус Мансуровна – это художник, мы знаем. Ну и, конечно, вот этот символ, опять-таки символ ее детства – пионы. Он такой тонкой конвой, да, проходит сквозь все произведения. Вы знаете, Оксаночка, прошлую встречу, встречу с Гульфорус Мансуровной, мы заканчивали в Центральном зале. И мне представляется, что тот знаменитый триптих, ну, это вообще представление всего объема, богатства ее творческой натуры и ее мастерства. Давайте пройдем к тому знаменитому триптиху. Давайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну, мы как раз пришли в тот зал, где можем увидеть знаменитое трио, знаменитые живописные полотна в исполнении Исмаиловой. Эти работы, пожалуй, самые узнаваемые в ее творчестве. И не только они являются вообще символом изобразительного искусства. Визитной карточкой. Визитной карточкой и нашего музея в том числе. Нужно же сказать еще о том, что, мне так кажется, это важно. Ведь сами по себе, да, вот персонажи этих полотен, и Шара Жимкулова, и Куляш Байсеитова, они свое мастерство воплотили сами, да, своим талантом, там знают их. Но здесь, в работах Гульфа Русман Суровны, они о себе заявили еще раз. И благодаря живописи Гульфа Русман Суровны, жизнь этих замечательных исполнительниц продолжается до сих пор. И она осталась в истории не только музыки, но и в истории изобразительного искусства. Совершенно верно. Интересно, что эти полотна, картины эти, вот благодаря гамме красок, тембровой этой палитры, они очень музыкальные, они звучат. Когда мы смотрим на, предположим, порталь с Шарой, благодаря рисунку, движению, динамике этой композиции и вот именно краскам, это изумительно звучит этот вальс. Амазок, посмотрите, свободный, раскрепощенный, словно музыкант, по клавишам. Интересно, да, изобразительное искусство становится музыкальным, а музыкальное так и входит на полотну вот этим звучанием тембровым. Что ж, дорогие друзья, это действительно интереснейшая тема. И творчество Гульфа Русман Суровой дало нам возможность убедиться еще раз непроходящей ценности искусства, их непосредственным взаимопроводикновением, взаимовлиянием, взаимообогащением. Оксана, спасибо вам большое за сегодняшний встречу, за беседу. Но мне кажется, что у вас этим только творчество великое. Не только этим ограничивается, нет, конечно. Но это уже другая история, я думаю, мы о ней поговорим обязательно в следующий раз. Хорошо, конечно же. Что ж, дорогие друзья, сегодня мы прощаемся. Наполненные впечатления, я надеюсь, которые останутся в наших сердцах надолго. Спасибо. 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 Спасибо.